Тоже начинаем трансляцию. Включаю я сейчас, секундочку, включаю я сейчас свет дополнительный. Вот так вот, очень яркий. Да? Все, let's go, дорогие друзья. И мы находимся в недельной главе «Жизнь Сары». Сегодня очень интересный у нас будет момент. Значит, очень интересный момент. События разворачиваются с невероятной быстротой. Уже четыре тысячи лет прошло с этого момента. А мы изучаем, и как будто бы это происходит сейчас. Значит, мы остановились на том, что поняли все, что это с неба, да? Что вся эта история именно с небес. Что это не просто так. Вдруг вышла девушка с кувшином, и все, что загадал Элиезер, она сделала. Это все было не просто так. И поклонились они до земли Богу. Я сейчас был... Сегодня урок Ле Рифа Шлема Рита Бадбаса, чтобы она выздоровела, восстановилась, быстрее вернулась домой с Божьей помощью. Значит, может быть, Нерина и все, кому нужно выздоровление, чтобы этот урок дал силы, силы для молитвы за выздоровление наших близких, если кому-то нужно выздоровление. И для того, чтобы этот урок дал силы нашим молитвам, кому что нужно. А всем нужно, в принципе, одно и то же. Здоровье, благополучие и семья. Всем это нужно, чтобы были хорошие отношения, чтобы дети близкие были здоровы. И вот мы как раз изучаем Тору, если мы действуем по Торе, если мы конкретно действуем так, как здесь написано, то у нас все это будет. Потому что Бог, Он создал мир для того, чтобы люди получали радость, удовольствие. И из-за того, что люди действуют неправильно, как первый человек, он сразу начал действовать неправильно, то значит, получается, из-за неправильных наших действий мы получаем какие-то проблемы. Когда мы изучаем, как правильно действовать, проблем не будет. И, конечно же, чтобы за установление мира, значит, я вот точно, точно знаю, вижу, чувствую, что вот уже все дело близится к миру, дело близится к миру. И хотя выглядит это пока, мне все очень пока напряженно, но это как операция, когда операцию делают, это самая опасность, а потом она оп-оп-оп и, значит, расходится. Значит, я думаю, что скоро мир наступит, потому что все уже, все нормальные люди уже поняли, осознали, какое громадное зло это война, и всеми силами сейчас попытаются эту войну остановить. Пятый день недели. И вышел, Эвет, вытащил, написано, раб, да, Элиезер, мы знаем, что он был раб Авраама, серебряные разные изделия, и золотые изделия, и одежду, и дал он рифте, значит, все это он дал рифте. Умикдонот, натан, ляхия, улейма. А разные угощения, всякие вкусные вещи, он дал, он дал кому? Маме и брату рифте. А где папа? Нету папы? Говорит нам Уснатора, что папа рифте в это время умер. Причем Уснатора нам рассказывает удивительную историю, которая лично у меня, она не сходится. Вот просто она, эта история, не сходится. Написано, что брат и отец рифте задумали его убить Элиезера, задумали его убить и ограбить. Они ему дали яд, но этот яд выпил сам Птуэль, папа рифте выпил по ошибке этот яд и значит он умер сам. Откуда мы это знаем, что он умер? Мы это знаем, что он умер из того, что его здесь нет в тексте. Но возможно его нет по другой теме, по другому какому-то случаю. В общем, есть предание, что он умер. А есть предание, как объясняет Малвим, что он просто молчал. И сейчас мы узнаем, почему он молчал. И кушали они, и пили. Элиезер и люди, которые были с ним, и значит ночевали они в этом месте и утром он говорит все, отпускайте, высылайте меня к моему господину, нам надо уходить. То есть Элиезер, как мы знаем, он был очень быстрый. Он очень был быстрый. Он не откладывал, он действовал, он пришел. То есть это важное, важное качество, которое Тора очень подчеркивает, что человек не должен быть ленивым, он не должен быть вот таким вот вялым, он должен быть расторопным. Ривка бегала, Элиезер бегал, Авраам бегал, все они были очень энергичные и бегали. Причем когда ты, тут это, знаете, как палка о двух концах, когда ты начинаешь активно действовать, у тебя появляются силы. Если ты бездействуешь, то эти силы убавляются. И вот самое главное это приучить себя, как бы заставить себя, вначале ты заставляешь, но чем больше ты действуешь, тем больше у тебя сил. Это как в тренировке. Человек, который не тренируется, у него нету сил. Начинает тренироваться, ему тяжело, но через какое-то время сила увеличивается, 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 и вот он уже марафонец, сверхмарафонец и так далее. И, значит, утром они встали по ботер, и говорит Элизер, все, я должен идти. И сказал брат ее и мама, пускай посидит девушка с нами дней несколько, а может, десяточек дней, да, а потом она пойдет. Говорит нам устная Тора, что здесь была ошибка Элизера. Все-таки человек, который много действует и быстро действует, у него ошибки неизбежны, абсолютно неизбежны ошибки, но, но, значит, недавно разговаривалось такой умный человек, Владимир Яковлев. И этот Владимир Яковлев, он основатель проекта «Возраст счастья», когда-то он основал «Коммерсант» газету, «Сноп», это вот он основатель всех этих проектов замечательных. Сегодня у меня с ним будет еще одна встреча. И вот он мне сказал такую вещь, Владимир Яковлев, что его система достижения цели заключается в том, что он никогда не думает, когда принимает решение. Потому что он говорит «Никогда ты не знаешь, какое решение правильное, потому что ты же второй-то не можешь проверить». То есть ты сидишь, многие люди сидят и сравнивают «Семь раз отрежь, один раз…» «Семь раз отмерь, один раз отрежь». А что ты отмеряешь? Все равно только то, что ты отрезал, то решение, которое ты сделал, только его ты можешь проверить, какой будет результат. А остальные ты не можешь проверить Ты не можешь одновременно сделать два действия Он говорит, самое важное это не то, что ты делаешь А самое важное, что ты делаешь Если ты получил не тот результат, который ты хотел Вот тут как раз важно, насколько ты быстро приходишь в себя И делаешь следующее движение, следующее движение, следующее движение И в итоге ты двигаешься к цели Тут мы видим, что Элизер ошибся В чем он ошибся? Говорит нам устная Тора, что он же, видели? Он дал все подарки, золото, серебро Он дал рифки, а брату и маме не дал И они в этот момент начали сразу Ну, пускай она тут посидит, пускай она тут посидит Значит, они начали ее задерживать Потому что он, в принципе, здесь поступил не очень правильно Что он им ответил? И сказал он им Не замедляйте меня Не задерживайте меня Бог ицлех дарти Он им говорит, смотрите Вы же понимаете, что это не я Значит, всю эту ситуацию раскручиваю Это Бог, который дал удачу на моем пути Вы помните, когда я пришел к колодцу Я сказал, что и пускай девушка, которой я обращусь Скажу, напои меня Пускай она мне скажет Пей и верблюдов твоих напою Вы же понимаете, что это от Бога? До этого было, мы вчера читали Позавчера, что они все понимали, что это от Бога Он им говорит Вы понимаете, вы не можете меня остановить Вы не можете То есть, то, что от Бога, это уже остановить невозможно То, что должно быть, оно так и будет Поэтому, говорит, не тормозите Раз Бог установил, что она должна выйти замуж за Ицхака Значит, все уже, отпускайте Шалхуни, Велха Отправляйте ее и пойдем мы К моему господину Вот здесь интересная вещь Тоже подчеркивает устная Тора Что он, когда сказал к моему господину Что имеется в виду Помните, он показал им, что все, что есть у Авраама Он передал Ицхаку в подарок Значит, и его тоже он передал Ицхаку в подарок Потому что раб это было имущество господина И поэтому он стал уже рабом не Авраама А рабом Ицхака Понятно И сказали они Они говорят тогда так Давайте позовем мы Значит, на Ару Давайте позовем девушку И послушаем, что она скажет Спросим ее Мне сейчас эта ситуация очень напоминает Моей маме делали операцию позавчера А у моей мамы деменция Она то, что было, она не помнит То есть, вот, особенно то, что было 10 минут назад Час назад То есть, то, что давно было, помнит То, что сейчас происходит, понимает А то, что было 10 минут назад, не помнит И когда Значит, ее повезли на операцию То мне дали дойти в больнице до места Когда ее уже Ну, принимают, как готовить операцию Предоперационная И мне пришлось выйти Теперь приходит к ней врач Анестезиолог Русскоязычный И говорит Значит, вам буду делать вот такую-то Вот такую-то буду делать сейчас наркоз там все Она говорит Она говорит, какой наркоз? Он говорит, ну, вам же операцию делать Она говорит, не знаю ни про какую операцию Отпустите меня домой Вообще, что, где я, что я Начала там, ну, очень испугалась Начала говорить, никакой операции Я ничего делать не буду Ничего подписывать не буду А там надо было отдать подпись Что ты соглашайся Чтобы тебе дали наркоз Ну, позвали меня Она очень испугалась И говорит Значит, все Я не буду делать никакую операцию Ну, не буду, не буду Возвращаемся в палату Отказываемся от операции Сидим уже Она уже оделась домой ехать А у нее опухоль Надо, ну, опухоль Которая, слава богу, без метастаза Но опухоль Значит, ну, мы сидим таки Все, ну, расстроены чуть-чуть Ну, я как бы вот Из-за того, что мы вместе учим Тору Я понимаю, что все от Всевышнего А она говорит А что вы расстроены таки? Мы говорим Ну, еще раз я объясняю Мама, операция Надо удалить опухоль Чтобы спасти тебе жизнь Там, все Она говорит Так, надо делать Мы такие Что значит надо делать? Она, ну, понятно Надо делать операцию Конечно Я согласен Зовем врачей Врачи начинают Ее еще раз объяснять Ну, тут по закону так Что человек должен подписать Что он берет на себя ответственность За все последствия Вдруг что-то не то Там, не так И она, значит Говорит Ну, так что делать Я говорю Мама, решай сама И вот здесь Как раз Вот это вот То, что сделала Вся семья Они говорят Давайте ее спросим Они были уверены Что сейчас придет Ривка Молодая девушка Ее забирают Неизвестно куда Что она сейчас Скажет нет И все И все Говорят Результаты Не мсти Своего вчерашнего дня Новая возможность Девушку Перед свадьбой Родил Родил по трое детей Во втором поколении Девять Потом Следующие Девять Родили по трое детей Двадцать семь Двадцать семь Родила по трое детей Это Восемьдесят один Восемьдесят один По трое детей Это Двести сорок Три Двести сорок Три по трое детей семьсот двадцать девять семьсот двадцать девять по трое детей две тысячи с чем-то и там уже пошло-поехало пошло-поехало, пошло-поехало это если по трое, а если по семь тогда вообще и поэтому они и пожелали сказали ей значит, чтобы ты стала тысячами, десятками тысяч в Айраш Зареха и значит и унаследует твое потомство Эдшар Сонав ворота твоих тех, кто ненавидит их то есть здесь очень интересно это благословение смотрите, не все люди хорошие, не все люди добрые, не все люди учат Тору, не все люди есть люди осознанно делающие зло то есть они не просто вот как было с Дома Амора они приняли законы, по которым они делали зло и считалось зло, они возвели в закон фашисты, да чтобы стерлась о них память когда они уничтожали больных детей когда они уничтожали евреистий народ когда они захватывали другие страны и то есть это же были они действовали по закону все как бы принимали законы правила очень все должно было быть организовано и все теперь значит есть в этом мире есть те люди которые выбирают зло теперь если они нападают на добрых хороших людей то что тогда происходит тогда происходит следующее временно у них может быть успех какой-то, да чтобы сохранялась видимость равновесия в этом мире да, чтобы была свобода выбора но потом обязательно иногда потомство добрых людей но в любом случае зло будет наказано это факт мы смотрим мировую историю все захвачите все грабители все империи все исчезало распадалось как ну всегда так было фашисты всего лишь они назвали себя тысячелетний рейх 12 лет и их не стало и даже запрещено про них вспоминать в Германии и та же Германия которая была в то время фашистская Германия у них закон что китайцев когда-то они там какой-то сделали знак их прямо арестовали и значит ну сильно оштрафовали там чью-то тюрьму не посадили и все то есть мы видим что зло Александр Мукдон захватчик нету этого Мукдона Матидонский по-русски а так его звали Мукдон по-гречески и значит и так далее и так далее в общем все распадается в Советский Союз называли в Америке империя зла тоже распался Великобритания которая захватила в свое время практически весь мир значит все освободились от Великобритании от англичан все включая Америку воевала она за свою независимость то есть мы видим что захватчики грабители всегда проигрывают теперь и здесь в этом благословении скрыт этот закон что те кто тебя ненавидят они они значит ненавистников твоих захватят значит твои потомки все будет то есть если кто-то будет нападать то тот на кого нападают в итоге победит понятно и тут это очень интересно закон действует сейчас вот просто чуть-чуть я хочу идти в сторону есть есть в Торе такой такой в Мишле в притчах царя Соломона есть такой момент что лифнейшевер Гаон перед крушением вознесения то есть когда человек поднимается кто-то он начинает гордиться я самый сильный это момент перед крушением мы учили когда-то в Меделат Эстер что почему Эстер пригласила Амана и Ахашвироша себе на пир и дважды она их приглашала на пир и не говорила что она хочет и одно из мнений в Талмуде что она хотела Амана поднять в его глазах уже на самый пик и когда он вышел собрал он всех своих друзей и говорит ну я на пике славы то есть круче меня нет я самый 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 и вот в этот момент она его как раз началось его падение и его значит повесили на следующий день потому что перед крушением вознесения и второе настора предупредила это очень важное дополнение к этому же закону как работает мир написано Киеполь Айвеха Альтисмахлибеха тоже это в Мишле написано когда падает твой враг пусть не радуется твое сердце чтобы Бог от него не убрал свой гнев и не направил на тебя как это работает смотрите например один нападает и второй защищается Бог на стороне того на кого нападают то есть правда на его стороне тот тот кто нападает обычно он злодей теперь тот кто защищается в какой-то момент он так как Бог на его стороне он начинает подниматься и он начинает радоваться падению своего врага он победил это естественная радость это для человека самая приятная в мире вещь когда тот кто его преследовал он в этот момент с ним что-то плохого случается и в этот момент Тора нам говорит пусть не радуется твое сердце падению твоего врага почему Бог сейчас отвернет от него свой гнев и направит на тебя в этот момент в этот момент ты сам можешь незаметно для себя превратиться в злодея то есть то что Бог его наказал это не ты его победил это Бог его победил когда ты начинаешь возгордиться а я его победил я самый крутой я его разорвал все в этот момент позиция очень легко меняется и в этот момент Бог может свой гнев от него убрать и направить его на тебя понятно да вот все это можно увидеть в этом благословении то есть пока твои ненавистники они нападают на тебя то Бог будет твое потомство защищать это благословение и они их победят но как только они их победят и они сами станут угнетателями в этот момент все может поменяться в Атакам Ривка в Энарате и встала Ривка и ее девушки которые были с ней ее помощницы служанки и сели они все на верблюды в то время не было кабриолетов а были верблюды да и уже мы чуть-чуть задержались хорошо я быстро дорассказываю что было в общем они поехали поехали в это время Ицкак пришел из места которое называлось Бер-Лехай Бер-Колодец Лехай-Руи это был колодец эзотерическое место в котором ангел разговаривал с Агарио и зачем-то нам Тора сообщает что он вернулся из этого места Устная Тора нам говорит что первое он ходил в это место для того чтобы там молиться. В этом месте ангел разговаривал с Агарио. Это было очень такое сильное место, место духовной силы. Он туда ходил молиться. Второе нам говорит Устная Тора, что умерла же его мама Сара, и он туда пошел, чтобы вернуть Агарь, которая потом стала, дальше у нас завтра будет про это рассказано, которая Агарь стала. Есть предание, что Авраам второй раз женился на Агаре, которая взяла другое имя Ктура. В любом случае, он вернулся из этого места, и он, что он делал, ласо Ахбасаде, он с какого-то разговора в поле, когда в сумерках, когда вечерело, говорит нам Устная Тора, что заход солнца – это время молитвы Минха, дневной молитвы, которая основал Ицхак. Авраам был основателем утренней молитвы, когда восходит солнце. Ицхак был основателем молитвы, когда вот этот вот переход сумерки, когда заходит солнце, и в это время он молился, он в поле разговаривал с Богом. То есть, есть такой вид молитвы, когда ты на природе разговариваешь с Богом, ты один на природе, и ты разговариваешь, делишься с ним, рассказываешь и так далее. Это такой вид молитвы. И он, значит, был там. И когда Ривка его увидела, подняла на глаза, она увидела его, и написано, упала она с верблюда. Уснатора говорит, она не упала с верблюда, она наклонилась к рабу, который Элиезер шел и вел верблюда ее, наклонилась она и спросила, кто этот человек. Значит, кто этот человек, спросила она, который идет в поле навстречу к нам. И сказал Эвет, что это мой господин, которому ты предназначена в жены. И она покрылась специальным шарфом, она была скромная девушка. И, значит, Эвет рассказал Ицхаку все, что было. И взял ее, Ицхак написано в жены, ввел ее в шатер своей мамы, и как раз шатер тоже засиял. То есть, они были люди, которые видели духовный мир. Они все были пророки, и был у них святой дух. И когда она увидела его, и он весь сиял, вот это духовное сияние, когда он увидел ее, и завел ее в шатер Сары. А шатер Сары в то время это был как храм, как малый храм. Вообще, когда правильно семейные отношения построены, это как храм такой. И все там тоже засияло, и стала она ему женой. И вот тут очень важный момент. И полюбил он ее, и успокоился, Ицхак после мамы. По Торе начинается любовь не до брака, а потом, а потом любовь. А наоборот, поженились, и потом идет любовь, любовь, все вкладывают, соединяют, учатся. И, значит, это очень-очень такая, здесь тоже в тексте это скрыто, что он женился, и началась у них любовь, очень сильная любовь, которая длилась много лет. Все, дорогие друзья, чтобы Всевышний услышал наши молитвы в заслугу того, что мы изучаем, и хотим услышать его голос и выполнять его заповеди. Тот, кто делает волю Бога, как свою, Бог выполнит его волю, как свою. И когда мы изучаем, когда мы изучаем Тору, понимая, как работает этот мир, что Бог от нас хочет, то в этот момент мы присоединяемся к тому свету, как говорится, заповедь — это свеча. То есть мы выполняем заповедь и зажигаем эту свечу в свою душу. Когда ты выполняешь заповедь, то это как будто бы ты зажигаешь внутри такой огонек. А Тора — это свет, и в этот момент ты можешь увидеть тот свет, который идет с неба. И Дер-Хаим — путь жизни, то Хахот-Мусар — путь жизни — это нравственная дисциплина, это управление собой, это осознанность, это поставить свое животное под контроль своего интеллекта, а интеллект поставить под контроль Торы. И тогда ты проходишь этот жизненный путь и выходишь на дорогу жизни, вечную жизнь, что является главной целью того, что мы здесь делаем в этом мире. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Значит, приглашаю вас, чтобы вы стали друзья Ваикры, партнеры Ваикры, спонсоры Ваикры. Наша задача и миссия — распространять божественный свет. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Вот видите, сейчас 29 человек уже слушают в телеграм-канале. Сейчас прямо я в телеграм-канале поделюсь этим уроком, аудио, чтобы вы могли послать его своим друзьям, знакомым и пригласить их тоже, чтобы они получали этот божественный свет, который потом осветит все уголки их жизни. И в притчах царя Соломона есть такой отрывок, что «Беколь Драхеха Деу» на всех своих путях «Познавай Бога» «Ву Яшера Архатеха» и он выпрямит все твои дорожки. Мы все время должны принимать решения, но когда ты на всех своих путях ставишь себе главным решением «Познавать волю Всевышнего», то все твои остальные решения, дорожки он выпрямит, то есть куда бы ты ни пошел, будет успех и благословение. Все, удачи, успехов, до завтра. Спасибо большое. Всем выздоровления, здоровья и спасибо за то, что вы желаете выздоровления моей маме. Субтитры создавал DimaTorzok